дальше идет вот такой разговор я же здесь написал 182 тесла это индукция у них такого нету по европейской инструкции такого нет у них ввели в башку эффетенза эффетенза это кпд кофе нп а что это такое не знаю они сразу пишут и я еще и стоял рядом слушал как они разговаривают ты этот и заказчики тот им объясняет что остаточный магнетизм это важная цифра на будущее потому что именно от остаточного магнетизма зависит скорость изменения направления магнитных линий и самого потока то хотим на самом деле магнитный поток это эфир вот эфир когда идет он должен менять направление как нам надо и скорость изменения зависит от качества а у них этого нет поэтому они пишут вот сейчас на этом листе что сейчас заказали остаточный магнетизм 1 и 5 ватт на 1 килограмм а если цена большая на материал тогда будет не наоборот сейчас 235 ватт на килограмм а при большой цене цена в два раза больше и такая к рубашке то же самое вот не понимают а все равно пишут также самая рубашка здесь 10 евро если написать армане будет 100 никак не влияет это я чему надо сразу два момента себестоимость как же так сказать правильно сейчас я это закончу остаточный магнетизм это вот на этом покажу скорость изменения направления магнитного поля вот допустим нам нужно сделать 100 герц это пойдет потому что здесь толщина пластины 0 35 миллиметров остаточный магнетизм даже если он два с половиной ватта позволяет работать на частоте 100 герц и он будет успевать менять направление а в дальнейшем там где нужна большая скорость опять советский союз была военная промышленность и там частота рабочая было 400 герц но для этой частоты толщина пластины было 005 миллиметров работала идеально но для больше для получения большой мощности не годится нужно здесь то же самое если использовать неэффективно сейчас вот поэтому если использовать этот материал неэффективно вот как первый раз они ты кстати помнишь как они обучали лазера как надо резать желез а кто платил на этого если он хочет обучаться и допустим меня спорта это он должен мне платить а здесь получается нам это наш друг он джанни платит логи мышления совсем нет и потом это же металлолом куда и у его уже тому же лазер ничего не сделать только выбрасывает поэтому для того чтобы этого не было здесь должна быть стяжка кстати там джан джакамо делает чертеж он когда сделать ты его проверь на вот эти стяжки они должны быть везде чтобы лист эффективно использовать эта штука это алюминий она не нужна но и заменить ее нечем если бы у нас что-то было мы бы еще и сюда вставили поможет поэтому с одного листа нужно вырезать все чтобы не было отходов это отражается и на себестоимость вот этот лист который сейчас заказан вот это чтобы два с половиной ватта он годится для всего даже для на будущее а тот который дорогой он не нужен во-первых его проверить нельзя если там остаточный магнитизм полтора ватта какая разница вот на скорость мы можем проверить взять кусочек проверить и тогда мы будем точно знать что вот это работает дальше сам мотор этот мотор это шедевр но чтобы он не потерял весь даже ложка дегтка мизерно она может испортить все поэтому этот крышки они должны быть квадратные тоже как бы эффективное использование опять же цена обычно итальянцы рисуют вот здесь разрезы такие это надо платить фрезеровщику они здесь не нужны просто дырки поставить такие дырки тоже не нужны так для того чтобы можно было показывать людям вот видеть что все там у нас вращается потом есть еще вот такой механизм который отражается не только на себестоимости а на всем когда вот эта шайба здесь стоит но она поменьше размером расстояние и щель двое да вот тот там не помню кто дорин дорин уничтожил ротор короче вот этой вот щели не должно быть то когда берешь да а а если щель даже мы ничем ее не покроем но просто будет распыляться тютелька в тютельку настолько что чтобы потом можно было эти две части превратить в единое целое тогда получается и кидо вот она на этих же это как пальцы да здесь магнитное поле допустим южный а навстречу идет северный полюс они автоматически притягиваются хочешь не хочешь южный притягивается к северному берет и поворачивать теперь эту вот эту схему я показываю надо будет эту джеку позвонить заявка на патент подано и не знаю хорошо чтобы напомнили потом прошу я уже забыл джек это тут кто отвечает за патент он немец но он по-русски разговаривает так или опять немцы вот как раз на них и первые в мире междугородные электрические автобусы появятся во франции экологичный проект запускает немецкий перевозчик flixbus пока электробусы будут курсировать между парижем и северным городом амьен в автобусе помещаются 49 пассажиров запас хода 250 километров батареи можно зарядить за пять часов либо за два в режиме быстрой зарядки электробус идет плавно выбросы нулевые он очень удобный двигатель включен на вибрации нет шума тоже не слышно преимущество и в том что нет сцепления поэтому не чувствуется рывков которые бывают при переключении передач электробус стоит на 30 процентов дороже дизельного собрата но по словам представителей компании flixbus он быстро окупится поездка до амьена на электротяге обойдется в 15 евро а полный бак дизельного топлива стоит 70 евро уход за этим еще дороже здесь нет себестоимости изначально потому что автомобиль на батарейках невозможен он может работать только от генератора опять к нам вот они сейчас выброса денег потом придут нам будут просить так давайте сделаем не не вот она да это тесла очередная афера вот здесь моторчик стоит он не там где на на мотор должен быть по центру а этот мотор они же рассказывают мощность 300 киловатт 300 киловатт вот этого мотора проверяем берем циркуль и проверяем окно сюда влезет диаметр вот такой проволоки у проволока вот таким диаметром 1000 ватт они сюда вкладывают вот зачем он бы не работал никак не с этим не светим тем более вот в этом нет дифференциала значит ты можешь ехать только прямо больше никуда себе стоимость ухода за этим автомобилем как за мобильным телефоном купил полгода покатался выбросил батареи опять покупает выбросил колеса уже не стираются без дифференциала мостов нет опять стирать и так далее ну конечно хитрый они на этом и живут скан скачивают деньги с людей а потом это в оборот превращается потому что на детали покупать и так далее вот автомобиль вот таким он должен быть вот допустим там такой пример тот же самый и тебе тоже остаточный механизм и скорость скорость изменения вот она камера где сюда вставил карту за 30 евро и запись идет согласно скорости записи 90 мегабит в секунду full hd полный режим качества в магазине рядом лежит карта которая пишите в формате 4k стоимость 270 евро плоти зачем она мне зачем мне скорость записи на чтобы получить 4k нет логии разница 270 и 30 евро опять же я только что сказал себестоимость а все взаимосвязано не только вот эти вот карты люди и кирпичи все планета вот когда сейчас а то мы отвлеклись вот это ничего особого нет труба и три генератора три фазы но когда люди приступили приступили к делу оказалось что никто и не соображает хотя перед этим все были как говорят уверены в своих способностях оказалось на электродвигатель я специально приготовил значит точка архимеда вот диаметр ротора и заодно вот мотор колесо мотор колесо это дуюнов дуюнов очень хороший специалист по моторам но у него опять же а та же самая проблема которая не может уйти это архимед его просто нет это же до юного до юного был еще один точно такой же изобретатель которому путем обещания украли присвоили сами себе те же самые немцы как всегда зафиксировали и сделали так что этот же изобретатель должен быть рад тем что жив остался а потом когда уже запустили в производство они до сих пор немножко продают велосипеды с таким колесом но уже никто не покупать потому что люди поняли что это очередная афера сам сам мотор дуюнова очень хороший если тому же дуюнов показать точку опор архимеда как и как ее показать путем диаметра значит вот оно вот он сам архимед вот точка опоры вот здесь теперь а вот он двигатель 50 миллиметров это значит рычаг будет 25 максимум что можно сюда какой диаметр вставить чтобы было хоть какая-то прибыль это 30 миллиметров не больше то есть мы вкладываем сюда один доллар получаем ну какой-то там мелочный результат есть а если мы вставляем вот такое колесо все это мы вкладываем 100 долларов получаем копейки на выходе причем на короткое время второе аккумуляторная батарея в аккумуляторных батареях нет давления тока а без давления ты ничего не получишь второе и третье еще да вот по этим бтг это не будет работать никак совсем никак просто не будет тем более если учитывать например кто-то хочет дома поставить генератор мощностью там один киловатт кило и если он будет подключать один киловатт это проблема для генератора потому что потенциальная мощность должна быть всегда в два-три раза больше как это делается все тот же архимед вот здесь смотри пример но потенциальная мощность генератора один киловатт 1000 ватт потребление вот этого мотора только из-за архимеда в 20 раз меньше это сколько получается 1000 разделить на 20 50 ватт а за счет секретных элементов потребления совсем нет получается что под максимальной нагрузкой в один киловатт мотор потребляет 20 процентов от мощности при полной нагрузке запас потенциальной мощности остается при этом давление тока увеличивается потому что здесь есть автомат для увеличения магнитного поля индуктора чем больше ток нагрузки тем больше ток поступает на индуктор поэтому мощность и давление магнитного поля увеличивается сейчас мы вернемся к этому допустим вот прибор включаясь в резетку он этот прибор создает сопротивление электрическое сопротивление от мощности то есть мощность этого прибора создает электрическое сопротивление оно может быть меньше чем выходное сопротивление генератора поэтому он сгорит просто и сам генератор будет нагреваться и сгорит вывод сопротивление генератор должно быть должно быть всегда меньше а как его уменьшать вот она схема всего и автомобиля и независимого государства от всех видов топлива в том числе от кладов от нефти от газа ядерного топлива и так далее и она же схема финансовой системы мира она может работать если оккупировать китай это в прямом смысле этого слова я вот еще когда Игорь Острецов был не на пенсии он сказал очень важную фразу им же китайцам китайцы активно изучали вот эти вот цепные реакции и он им сказал ну вот у вас такая задача передушить всех на планете и стать единственным владельцем дальше а с кем вы будете работать вы же начнете передушивать сами себя в результате останется на планете никого а а а а а а а до 28 а я